Библиотека Request очень удобна. Мы с вами лишь выберем метод HTTP, который мы хотим использовать, ресурс, который мы хотим получить или изменить, пару дополнительных параметров, а библиотека сама сформирует за нас запрос, отправит его на сервер, получит с сервера ответ, разберет ответ, и мы можем получить нужные нам детали ответа с помощью атрибутов. Давайте с вами попробуем сделать get-запрос до страниц официальной документации и закопать на версии 3.5. Мы с вами импортируем модуль Request, когда мы его установили с помощью pipa, затем внутри модуля Request у нас есть функция get, которая реализует http-get-запрос. Когда мы исполним данный код, мы в действительности сделаем запрос и можем проверить, например, статус-код. Мы смогли получить страницу, поэтому статус-код 200. Также все хедеры доступны в качестве словаря, и, допустим, мы можем достать content-type, то есть проверить тип содержимого того, что мы запросили, и в нашем случае это html. Функция get из модуля Request возвращает нам response-object. Response — это класс, который описан внутри библиотеки Requests, и он содержит в себе описание ответа сервера. В качестве атрибутов нам доступны статус-коды, хедеры, которые нам передали, и в том числе, собственно, само содержимое нашего ресурса. Чтобы получить тело нашего ответа и все содержимое, которое есть в ресурсе, которое мы запросили, можем использовать атрибут content. Для этого мы можем исполнить данный код и увидеться в том, что контентом на самом деле являются именно бинарные данные. Это связано с тем, что мы можем использовать HTTP протокол не только для передачи текстовой информации, а для передачи, например, изображений, музыки и любой другой информации. Поэтому содержание, то есть контент, он по умолчанию является бинарными данными. Однако, если мы уверены в том, что содержание нашей ресурса, которого мы запрашиваем, это все-таки данные текстовые, то мы можем явно использовать атрибут текст. Тогда бы здесь мы могли использовать на самом деле атрибут текст, потому что мы уверены в том, что контент является текстовыми данными. Запустить данный код и убедиться в том, что когда мы увидим атрибут текст, мы действительно получим HTML-содержимое данной страницы. Однако, если бы вы хотели запустить не обязательно текстовые данные, например, данную иконку в левом верхнем углу, можем открыть ее в новой вкладке, увидеть URL данного ресурса, то есть наша картинка тоже является ресурсом в интернете, мы бы скопировали путь до картинки внутрь функции get, мы бы исполнили наш код, увиделись в том, что мы действительно можем получить ресурс у нас status-code 200, увиделись бы, что тип содержимого данного ресурса, который мы запросили, это изображение в формате png, а затем бы увидели бинарное представление нашего файла. Теперь нам ничего не стоит, например, сохранить данную бинарную информацию в файл. Мы можем открыть файл, например, python.png, мы откроем его на запись в бинарном формате с каким-нибудь именем F, и можем внутрь F записать наше содержимое, то есть response content. Когда мы исполним данный код, у нас действительно создастся файл в нашем проекте python.png, и мы действительно увидим png, который содержит в себе иконку языка Python. Также для некоторых ресурсов у вас всегда есть возможность указать некоторые параметры, которые необходимы для получения информации. Например, если ресурсом является какой-нибудь поисковик, например, Google или Яндекс, вы можете указать свой запрос в качестве параметра. Эти параметры также являются частью нашего URL. Сразу после протокола домена и конкретного ресурса, то есть search является, поисковик у нас является ресурсом, и мы просим его предоставить нам информацию о именно ресурсе stepic. Мы указываем ему в качестве параметра текст, который является поисковым запросом, и передаем наше значение. В нашем случае это stepic. Это все следует после вопросительного знака. Также мы, допустим, могли бы запросить информацию по языку Python, и когда бы мы исполнили, точнее запросили бы данный адрес в браузере, нам бы пришла выдача относительно языка Python. Важно понимать, что именно параметров, которые мы можем передать в качестве нашего URL, зависит прежде всего от ресурса, который их принимает, и от домена, который их принимает. То есть то, что мы передавали в качестве именно параметра текста, это зависит лишь от Яндекса. Например, поисковик Google для запросов использует другое имя параметра. Однако, если мы знаем имена параметров, которые принимает наш ресурс, нам не составит труда с помощью ключевого аргумента params передать внутрь функции get те параметры, которые мы хотели бы передать дополнительно. Когда мы исполним данный код, мы также попросим вывести атрибут URL нашего ответа, который содержит в себе тот адрес, который реально запрашивался. То есть мы сказали, что нам нужен такой-то ресурс, и придая при этом еще такие параметры. Библиотека request умеет приводить параметры, которые мы передали, в правильный вид, который бы соответствовал стандарту URL. Давайте теперь в качестве словаря передадим словарь побольше. У нас будет несколько ключей. Одним значением, соответствующему ключу list, у нас будет именно список, состоящий из двух элементов. Когда мы посмотрим на результирующий URL, мы увидим, что параметры передаются по достаточно странным правилам. Прежде всего мы начинаем со знака вопросика, затем мы передаем парой ключ значения через равно. Между парами у нас всегда следует ampersand. А когда мы, допустим, передали list, то мы на самом деле записали одну пару, затем где-то в другом месте даже записали другую пару. Также у нас не допускаются пробелы в URL, поэтому вместо них мы использовали знак плюсика. И все это я веду к тому, что я не советую вам составлять такие запросы самим, а всегда доверять это сторонней библиотеке. Также внутри библиотеки request реализованы методы post и все остальные методы HTTP запросов, которые вообще поддерживаются. Вы можете их использовать, если у вас возникает соответствующая задача. Однако в течение данного обучающего, конечно же, курса мы будем реализовать лишь простые get-запросы. Продолжение следует...